добрый день дорогие мои слушатели сегодня новая наша встреча и я хочу вам предложить очень простой и доступный способ кроя конечно сразу на ткани условно я его называют так складываем ткань в четыре слоя немножко противоречу сама себе рассказала вам об очень сложных вещах а сейчас хочу показать наоборот самый примитивный самый простой способ кроя коих видимо невидимо представлена сейчас в интернете но если разница только будет в том что выбирая эти выкройки многочисленные из интернета вы не работаете со своими собственными мерочками а я сейчас покажу как сделать то же самое ничего не копируя ниоткуда но используя только свои собственные мерки сделать очень многие вы будете иметь возможность сшить себе очень и очень много разных вещей посмотрите что у нас есть у нас есть как всегда мерки давайте не будем об этом забывать полуобхват груди талия бедер это так обозначается стандартно и вот их допустим какие-то значения и мы уже с вами много раз говорили о том как их снимать вы умеете это делать и эти мерочки они у вас есть затем мы знаем что прежде чем приступить к работе мы всегда составляем техническое задание технических заданий у нас как правило бывает два первое техническое задание это базовая конструкция пожалуйста вот так она выглядит здесь мерки и прибавки и следующее техническое задание она уже просит моделирование изменения базовой конструкции под определенный наш фасон и мы сегодня естественно все это тоже с вами проделаем и так тема нашего урока складываем ткань в четыре слоя что можно сделать по используя вот этот вот прием посмотрите что например можно шить платье вот такой вот силуэтной формы или она может быть у вас расклешенная конечно же книзу или прямое или зауженная к низу это не имеет значения обратите внимание не содержит ткань ваше изделие ни одной вытачки ни нагрудной не талиевой вытачки здесь нет здесь у нас выписаны мерки это техническое задание уже номер два потому что мы ничего моделировать не будем да и выписаны прибавки прибавки выбраны посмотрите какие но этот пример я рассматриваю с небольшими прибавками ткань похоже очень на трикотаж возможно это и трикотаж какой-то джерси возможно это вискозный какой-то трикотаж это может быть все что угодно это ухватывая наше лето уже за хвостик в завершении вот нашей летней программы может быть кто-то в августе кто-то в сентябре поедет еще в отпуск и вам хочется шить какое-то яркое такое быстрое такое отпускное платьице или топик это может быть или еще что-то и вот нам вот здесь выписаны мерочки которые нам понадобятся для этого и выписаны прибавки то есть вот это наше техническое задание номер два прежде чем приступить к работе хочется показать примеры использования вот такого кроя складываем ткань четыре слоя посмотрите что вы можете сделать используя вот это все вы можете шить также на базе вот этого приема вот платье с рукавами рукава могут быть вот такого плана посмотрите плечо спущено вниз линия проймы а спускается ниже конечной точки плеча да у всех у всех вот этих моделей вот такая базовая конструкция дальше ваш рукавчик может быть просто расширенный какой-то книзу может быть выполнена с другой ткани например это более плотная а это наоборот более тонкая типа шифона это может быть однотонное то может быть цветное пуговички можно сделать можно не сделать застежку можно выполнять можно не выполнять очень интересная фантазии можно накрутить вот на эту базовую конструкцию рукавчик может быть также вот таким зауженным к низу согласны то есть вот такие такое то только маленькая часть того многообразия моделей фасонов которые можно накрутить надумать придумать разработать на базе вот такой вот простецкой абсолютно базовой конструкции дальше пальто например скоро осень и очень актуально будет ассортимент одежды пальто вместо или я еще называю без подкладки например даже да или еще называю бабушкина кофта много сейчас ткани трикотажа очень эффектного красивого какого-то крупной вязки до крупной фактуры такой уютной удобной мягкая такая ткани типа ладен различного вида фактурные или гладкие все что вам подходит все что вам понравилось пожалуйста берите используйте вы можете буквально за один вечер сшить себе вот такое вот уютное осеннее пальто которое прекрасно будет носиться и с брючками и с джинсами и поверх какого-то любого платьица и с поясом и без пояса и с большим воротником как любит любит делать известные вот такие вот марки и фирмы вот такой вот воротничок можно цель на крае он и сделать абсолютно можно сделать без подбортиков однослойная можно не обрабатывать вот эти края если у вас речь идет о ладене и так далее и так далее что будет отличать вот эту выкройку от предыдущей конечно только прибавки на свободу обрегания если вы делаете пальто значит прибавочка по бедрам увеличивается прибавочка по груди увеличивается а к а рукавчик мы строим вообще не привязываясь к нашим размерам ну разве что только к желаемой длине да поэтому мы просто проверяем какая ширина рукавчика получилось и вот ширина рукавчика должна быть достаточно свободной и удобной потому что мы будем это все-таки пальто и она возможно будет носиться поверх какой-то одежды и эта величина уже прибавка к обхвату плеча должна быть больше 6 сантиметров это для проверки чтобы не получить каких-то очень узеньких рукавчиков вот в этом месте и не потерять комфорте ну и чтобы нам было возможно полегче я сейчас посмотрю конечно всевозможные топики очень любимый ассортимент нашей одежды это топики посмотрите как они актуальны да вы можете ну такой самый яркий мой любимый пример примитивный может быть даже в какой-то степени но и чаще всего используемые черные брючки вот я например ношу потому что привязывает к сожалению к черной обуви я не могу себе позволить красивую брюки другого цвета с обувью поэтому получается черный низ чтобы построить силуэт вытянутый прямоугольник мне приходится делать черный верх но и поэтому я к черным брючкам должна сшить себе вот такой вот маленький топик но чтобы это не было так грустно и скучно в целом я поверх одену какое-то яркое пальто допустим или жилетку уже из другого цвета из другой ткани из другой фактуры расстегну ее допустим не застегивать брюки топик у меня привязывается к чему этот пример привожу и у вас может быть такая же история да и вы тоже может быть то есть топиков вот таких вот из какого-то трикотажа нам нужно всегда много они идут как дополнение они заканчивают нас наш образ они поддерживают мы сели за один вечер вот такой вот топик себе сшили он может быть без рукавчиков он может быть застежкой может быть без застежки у него может быть какой-то большой вырез а может быть очень скромный вырез как угодно но смотрите никаких вытачек нет ничего не надо для кого это подходит тема конечно эта тема подходит на все фигурки у которых скромный так сказать баланс что такое баланс это соотношение разница между длиной полочки и длиной спинки между дтп и дтс посмотрите вот сюда например да наши мерочки длина переда до талии 44 длина спинки до талии 42 разница два сантиметра значит осанка вот этой фигурки у нас достаточно стандартная и поэтому мы спокойно можем пользоваться вот такой вот вот таким кроем кроем упрощенным если ваша фигурка сутулая то же самое но есть баланс вашей фигурки есть достаточно большой большой это как в числах выражается больше четырех сантиметров например четыре пять шесть а вы знаете что бывает до 12 доходит когда полнотная группа когда перегибистая осанка очень короткая спинка и когда достаточно хорошо развиты грудные железы и тогда баланс может быть очень большой тогда вот этот способ о котором я сейчас буду вам рассказывать не очень подойдет вернее вы можете это сделать но ваше платье ваше изделие обязательно вздернется впереди спинка будет провисать ее будет много а полочка будет вздергиваться то есть изделие поведет перекосит и конечно это нежелательно я покажу в конце прием как немножечко сгладить этот эффект как приподнять плечевые точечки на полочке для того чтобы вот этот баланс избыточный баланс какой-то учесть наши выкройки и так это 10 минут у нас пошло на подготовку на рассказ о том что мы сегодня будем делать а сейчас непосредственно сама работа и так мы говорили о том что сегодня мы будем с вами учиться кроить сразу на ткани и складывать ткань 4 слоя для этого я покажу как это делается вот на примере этого листочка бумаги смотрите например долевая нить вот здесь долевая нить вот здесь а это уточная нить вот это долевая нить это кромочки ткани а ширина ткани у нас какая но чаще всего это 140 сантиметров а длина конечно она зависит от того что мы будем с вами делать платье это у нас будет или блузка это у нас будет топик какой-то сами понимаете да с рукавами это будет или без рукавов итак посмотрите что мы имеем мы имеем вот такую вот ширину ткани для того чтобы начать раскрой мы сделаем вот так складываем ткань вдоль кромочек пополам два слоя ткани получилось правильно было 140 стало сколько вот здесь стало сейчас 70 но ткань в 4 слоя складывается поэтому мы будем складывать ее еще раз вот таким вот образом то есть теперь уже 4 слоя у нас ткани вот здесь будет у нас сгиб то есть у нас здесь сгиб так идет и ширина ткани стала 35 сантиметров вот так и вот так и вот представьте себе что на своем столе стол у вас выглядит вот таким образом вы положили свою ткань вот сюда приблизили в правый ближний уголочек стола вы стоите вот здесь и начинаете с ней работать сейчас мы возьмем еще один листочек бумаги и постараемся сделать вот с помощью вот этой масштабной линеечки которую я обычно использую уже наш чертеж посмотрите теперь сделаем это вот так я складываю ткань 4 слоя так ну я положила здесь в два слоя чтобы покрупнее был у нас рисуночек и чтоб вам было хорошо видно а вы представьте себе что вы сложили ткань в 4 слоя и так повторяю значит если вся ткань у нас 140 пополам складываем вот здесь будет 70 а сейчас у нас здесь 35 сантиметров предположим что это так это игровой вариант сгибом вы кладете к себе кромочками вы кладете туда справа у вас вниз слева у вас вверх и так берем линеечку как всегда начинаем с линии низа наносим линию низа параллельно правой кромки стола и конечно же перпендикулярно строго вот этому сгибу потом смотрим на наши мерочки сейчас мы найдем эти мерочки наше техническое задание вот она у нас я его положу наверное вот сюда да так так вот так вот его стало вам видно хорошо да и мы работаем значит сейчас посмотрим нам нужно отложить вот мы построим сейчас или платье или блузку длина блузки у нас 25 сантиметров значит я отложу вот так 25 сантиметров получится линии талии а длина платья у нас скажем 60 сантиметров пожалуй что я буду строить платье вот то платье которое здесь сейчас у нас нарисовано и так смотрите 60 сантиметров вот здесь на линеечке на вашей сантиметровой леточки да строим линию талии откладываем конечно же два раза еще сразу же откладываем линию бедер вы помните что у нас это константа поэтому я если это не фигурка нижнего типа я даже не забиваю себе голову сколько сантиметров у меня будет получилась линия вот эта линия низа вот эта линия бедер а вот это линия талии затем от линии талии вверх я откладываю мерочку среднее арифметическое между дтп и дтс дтп 44 дтс 42 складываем вместе 86 делим пополам 43 это среднее арифметическое то есть не то и не то находим 43 сантиметра на линеечке на сантиметровой ленточки делаем вот здесь засечку это будет линия плеч и откладываем смотрим на мерочку высоты груди 28 1 сантиметрик убираем можно убрать откладываем 27 сантиметров это будет линия груди проводим линию груди и проводим линию плечей вот так провели линию плечей это линия груди так что там у нас по времени и по времени мы уходим на 16 минут но что ж мои хорошие я вынуждена прерваться на самом интересном месте мы так разметили с вами ткань и продолжение как обычно следует до новых встреч всегда ваша галина коломейка